Инновационные разработки, которые должны в ближайшее время встать на рельсы, взлететь в воздух и отправиться в плавание по морям, в эти дни представлены в Москве, на территории гостиного двора. Сегодня здесь открылась международная выставка «Транспортная неделя-2014». Она проходит уже восьмой год подряд, а в этот раз под девизом «Транспорт, меняющий мир». На международной выставке многие регионы представили свои перспективные проекты. Чувашская республика подготовила план будущей объездной дороги. Эта магистраль будет дублировать существующую федеральную трассу. Новую дорогу протяженностью 20 километров проложат от Горьковского поворота до села Абашево. Трасса в районе города Чебоксар, она очень загружена. К 2020 году, или же на сегодняшний день, 44 тысячи машин в сутки проезжают через этот участок дороги. Это очень большая цифра, поэтому нам нужна и необходима объездная дорога, которая будет проходить глубоким обходом мимо города Чебоксара, населенных больших пунктов Большие Карачуры, Лапсары и Кугесии. Субъектам федерации поставлена задача перевести общественный транспорт на газомоторное топливо. В ближайшее время республика планирует закупить еще 12 автобусов, работающих на газе. В то же время в регионе намерены построить специальные компрессорные станции для заправки машин. В принципе, на сегодняшний день в Чувашской республике только одна газонаполнительная станция, мощность которой 500 автомашин, она задействована пока на 10%. Поэтому у нас пока есть еще в городе для того, чтобы эту тему развивать и приобретать технику. Но в любом случае на сегодняшний день необходимо построить сеть газонаполнительных заправок. Мы должны довезти в город Чебоксары 30% до 30% пассажирского автотранспорта и коммунальной техники, а в городе Новочебоксарск до 10%. Но уже понятно, что одних компрессорных станций региону будет недостаточно. Альтернативу им уже создали. Заправить машину газом возможно с помощью вот такого устройства. Причем эта установка подключается даже к магистральной сети бытового газа. Это устройство, которое подключается к сети низкого давления. И за счет подключения и подключения к автомобилю происходит прямая заправка автомобиля прямо дома в течение, допустим, каких-то ночных часов или нескольких часов вечера, когда машина заправляется у коттеджа. То же самое, только чуть покрупнее, существуют установочки, такие же, которые можно размещать в крупных предприятиях или, допустим, на территории предприятия агропромышленного комплекса, когда тот же самый какой-то комбайн или сельскохозяйственная техника будет заправляться от сети низкого давления. У нас республика газифицирована на 100% практически. Прямо, шаговой доступности от места выполнения своих работ. Ну а подобные выставки дают толчок инновациям. Эксперты говорят, что транспортная отрасль в них нуждается, как никогда. Дмитрий Ковалев и Николай Яковлев. Республика. Из Москвы.